Если вы не знаете, что посадить на тенистых участках своего сада, обратите внимание на эти простые в уходе многолетники. Все представленные видеорастения подойдут даже неопытным садоводам и тем, кто не имеет возможности постоянно ухаживать за своим садом. Первой в этом списке будет аквилегия. На сегодня выведено много сортов и расцветок этого цветка. Есть даже очень красивые махровые формы. Аквилегия способна прекрасно расти на солнечных участках и в притенении. Красиво цветет даже в тени. Высота кустиков зависит от сорта. Листва имеют привлекательный вид с ранней весны до глубокой осени. Цветение аквилегии длится с конца мая по июль. Иногда после своевременной обрезки отцветших соцветий аквилегия зацветает повторно. Кстати, если вы не желаете получить ее самосев, то есть сеянцы аквилегии в своем цветнике, семенные коробочки лучше вовремя удалять. Вы можете собрать из них семена и посеять в определенном месте. Сделать это можно под зиму. За холодный период они пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут. Имейте также в виду, что при посадке рядом видовой, сине-фиолетовой аквилегии и сортовой, ну например махровой, у вас со временем может произойти переопыление и вырастут разные совершенно новые краски растения. Для теневого цветника отлично подойдут примулы. Среди этого многолетника есть много декоративных видов и сортов. Разнообразие форм и окрасок цветов примулы просто поражают. Очень красивые махровые примулы, которые по виду напоминают миниатюрные розы. К таким, например, относятся примулы серии Белорина. Это одни из самых ярких весенних первоцветов, которые радуют своим цветением с апреля по май. Также многие примулы в сентябре-октябре зацветают повторно. Это не только красивые неприхотливые цветы, они достаточно зимостойкие. Например, сортовые примулы серии Белорина хорошо зимуют в четвертой климатической зоне и выдерживают морозы до минус 29-34 градусов по Цельсию. Если вы захотите размножить свои примулы собранными семенами, учтите, что с их посевом лучше не затягивать. Они очень быстро теряют свою всхожесть и хранить их нет никакого смысла. Проще всего поделить разросшиеся кустики. Но делать это можно только со взрослыми растениями, которым больше 3-4 лет. Этот многолетник способен расти на одном месте много лет. Но чтобы цветы не мельчали, и цветение было каждый год обильным, кустики с возрастом лучше делить и рассаживать. Делают это в период покоя, когда растения не цветут. Примулы также успешно размножают укоренением листовых черенков. Этот многолетник не так требовательный к плодородию почвы, как к ее структуре. Примулы предпочитают в меру влажный и рыхлый грунт без застоя влаги. При посадке кустиков в посадочные ямки лучше уложить слой дренажа. Слишком тяжелая глинистая земля и участки с высоким залеганием грунтовых вод этому многолетнику не подходят. Растения также будут благодарны, если вы их замульчируете. Примулы довольно неприхотливые и их легко выращивать, но для них лучше подойдут притененные места или ажурная тень под кронами деревьев и высоких кустарников. А за этим почвопокровным многолетникам вам даже не придется ухаживать. Растет он, можно сказать, сам по себе и на открытых участках и даже в тени. Это барвинок варигатный. В отличие от обычного своего сородича, барвинка обыкновенного, мне он очень нравится своей крупной пестрой листвой. Барвинок хорошо разрастается и со временем может покрывать длинными плетями приличную территорию. Хорошо себя чувствует даже в тени и при этом еще и цветет. Цветы синего цвета раскрываются с апреля по июнь, в зависимости от региона произрастания. Листва декоративно выглядят весь сезон и в таком ярком виде уходят под снег. Кстати, это неприхотливое растение даже выдержало мои эксперименты. Я его выкопала из своего сада и пересадила в вазон, который забрала в дом. Длинные ветки барвинка отлично смотрятся в подвесных кашпо. Из него получаются интересные композиции. Правда, зимовать ему лучше на самом холодном окне. В моем саду барвинок отлично растет даже в тени и на плотной глинистой почве. Там, где мне не нужны его побеги, я просто их удаляю. Корни поверхностные и легко выкапываются. Барвинок очень выносливый и после пересадки отлично приживается. Чем не малоходное растение для тенистого сада? Любителям синих цветов советую посадить джефферсонию. Этот многолетник отличился не только своей выносливостью, но и редкой красотой. Джефферсония отлично приживается в тенистых местах. Она также переносит суровые морозы, причем без укрытия. Ее зимостойкость до минус 34-40 градусов. Поэтому выращивать ее без всякого риска можно даже в третьей климатической зоне. Кстати, джефферсонию сомнительную можно часто увидеть произрастающей на Дальнем Востоке. Цветение длится с апреля по май, но иногда в течение лет распускаются одиночные цветы. Кустики красиво выглядят уже с ранней весны. Их высота около 30 см. Со временем они разрастаются в небольшие полянки, которые весной покрываются множеством очаровательных цветов небесной окраски. Листва джефферсонии по-своему декоративны. Она плотная, сизо-зеленая, а в молодом возрасте с фиолетово-красными оттенками. Данный многолетник отлично подойдет для ленивых и занятых садоводов, так как никакого специального ухода не требует. По внешнему виду на джефферсонию очень похож еще один красивый цветок – это печеночница. Ее вы также с успехом сможете выращивать в тени своего сада, например, под кронами деревьев. Среди этого многолетника есть много самых разных окрасок и форм цветов. Растение крайне неприхотливое и зимостойкое. С годами наращивает красивые цветочные полянки, которые невероятно украшают тенистую территорию сада. Хорошо выдерживает легкое затенение еще один любимый мною и многими садоводами многолетник – анимона японская. Цветы этого корневищного вида довольно крупные – около 6-8 см в диаметре. Окраска бывает белой и розовой. Распускается анимоны небольшими соцветиями со второй половины лета и радует своим цветением до глубокой осени. Листва также имеют декоративный ажурный вид. Данный многолетник не только приживается в полутени, но и хорошо разрастается с помощью своего корневища. Еще одно неприхотливое растение, которое не требовательно к освещению и качеству грунта – это аконит. Среди этого многолетника есть много декоративных видов с привлекательными цветами. Но если у вас есть маленькие дети, высаживать его на своем участке я не советую. Все части аконита ядовитые. Хотя для любителей малоугодных цветов, выразительной небесной окраски, данное качество не помеха. Это растение привнесет в ваш сад насыщенные синие тона и будет отлично сочетаться с разными цветами, многолетниками и злаками. Но еще один самый необычный по своим характеристикам цветок, который предпочитает полутень – это морозник. Название данного многолетника говорит само за себя. Он удивляет не только своим декоративным видом и сроками цветения, но и устойчивостью к низким температурам. Цветы начинают раскрываться в то время, когда сад еще спит. То есть в самом начале весны. А в садах с мягким климатом цветение начинается в ноябре и январе. Стойкий морозник совершенно не боится морозов. Его бутоны нужно часто увидеть пробивающимися сквозь снег. Хотя среди морозников есть растения не только с разной окраской цветов, но и растянутым периодом цветения. Существуют сорта и виды, цветущие по июнь. Плотная декоративная листва морозника сохраняет свой привлекательный вид с весны до глубокой осени. Растение крайне неприхотливое, редко поражается болезнями и вредителями и способно расти на одном месте более 10 лет. А вот взрослые кусты пересадку не любят. Поэтому морознику сразу выбирайте постоянное место. Друзья, поделитесь пожалуйста своим опытом. Какие еще эти невыносливые и простые в уходе цветы вы можете посоветовать. Я как всегда буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте пожалуйста поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok